Одна большая кампания по разгрому ФБК, то есть все началось ведь после летних протестов массовых из-за недопуска независимых кандидатов. За полтора месяца менеджера проекта фонда борьбы с коррупцией Руслана Шавединова четырежды задерживали сотрудники полиции. Ему не предъявляли никаких претензий и ни в чем не обвиняли. Отвозили в отделение, где отпускали через несколько часов, без каких-либо протоколов. В последний раз это произошло 21 ноября. Шавединов вспоминает, что обратившиеся к нему полицейские сами не понимали, за что они должны его задержать. То меня задерживают на выходе из метро, то в магазине пятерочка, как было в последний раз все время, это в разных местах происходит. Все это связано с тем, что они пытаются каким-то образом затруднить работу. У нас есть уголовные дела, у нас постоянные обыски, заблокированные счета у всех сотрудников фонда борьбы с коррупцией наших региональных штабов. Но вот со мной они выбрали такую тактику, просто задержание, психологическая атака, чтобы я постоянно думал, что что-то со мной может случиться. Но это как звоночек всем остальным, что ребята, ходите, оборачивайтесь. Следственный комитет подозревает фонд борьбы с коррупцией и сеть региональных штабов политика Алексея Навального в отмывании денег. Уголовное дело возбудили в начале августа. Первоначальные претензии в бильярд рублей сократились до 75 миллионов. На эту же сумму заблокированы счета сотрудников ФБК и штабов. Правоохранительные органы провели три серии обысков, изъяв документы и технику, в том числе съемочное оборудование YouTube-канала «Навальный лайф». В октябре ФБК признали иностранным агентом. Следователи считают, что на счета фонда поступали деньги из-за рубежа. В ФБК отрицают иностранное финансирование. Заявляют, что средства пришли уже после блокировки счетов силовиками, предполагая, что переводы были провокацией властей. Шаведдинова впервые задержали перед последним обыском в подъезде его дома. «Приехал военком Москвы, приехали сотрудники Центра противостояния экстремизма. Они начали думать, что со мной делать, куда меня дальше везти в армию, в спецприемник или отпускать. Но повезло, что огласка людей, люди начали возмущаться. Единственный инструмент защиты, который у нас сейчас есть при наших судах и при всей несправедливости, это огласка. Зачем это делается? Ну понятно, чтобы я там все время переживал, чтобы все переживали, уже как-то стало таким мемом, что вот Шаведдинова опять задержали, чтобы уже никто никак не реагировал, никак не возмущался». Руслан Шаведдинов даже не может подать жалобу на действия полицейских. О его задержаниях не составлено ни одного протокола, то есть де-юре их не было. Происходящее он считает персональным методом давления на работу в фонде борьбы с коррупцией. Координатор группы мониторинга проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново назвал странной ситуацией с задержаниями Шаведдинова. «Даже на самом деле ведь мы знаем, что и просто просьба о предъявлении документов на политику должна сопровождаться каким-то основанием, то есть ориентировка или что-то в этом духе. Мы часто знаем, что у полицейских нет никаких документов, то есть это, конечно, вот такие случаи, они являются нарушением. Просто там человек задерживать не имеет права». Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.